Подтопление частных домов в некоторых населенных пунктах Махтаральского района произошло в результате обильных осадков и смывания почвы на Хлопковом поле, расположенном вблизи населенного пункта Атакен. Фатальную роль сыграло также поднятие грунтовых паводковых вод. В результате затопленными оказались 58 частных дворов Атакента. Сотрудники департамента ПЧС, выехав на место, проанализировали ситуацию. Причина поднятый грунтовый вод же, постоянный грунтовый вод поднимается, по этому поводу у нас постоянно оттапливается. У вас проблемы с дренажной системой, как вы говорили, да? Сейчас дренажная система, там 781 дренажная система имеется, из них сейчас в данный момент 200, 300 дренажная система работает, остальные в нерабочем состоянии. По этому поводу сейчас чуть-чуть у нас проблема. Как будет решаться? Сейчас в данный момент Акимов область, сегодня конкретно поручение дали, Акимов районов. Сейчас по этому вопросу, сейчас они уже, комиссия, заседания комиссии ПЧС уже проведены, там уже конкретно задачи поставлены. В этом году принято решение выделения средств на восстановление дренажной системы, чтобы в будущем избежать паводков по этой причине. В целом же паводковая ситуация в области стабильной, свидетельствуют специалисты департамента ПЧС. Об этом же говорят и синоптики. Наши наблюдательные посты находятся в зоне формирования стока на вершинах гор. По нашим последним наблюдениям уровень таяния вод и снега вырос на 10-15 сантиметров. Но мы сравниваем с многолетними наблюдениями такими же данными и можем сказать, угрозы паводков пока не существует. Теперь же паводковая ситуация будет находиться под постоянным контролем областных властей. Так, в целях регулирования ирригационной системы области и города появится специальная карта. Ее данные будут постоянно обновляться и станут основанием для выделения средств для противопаводковых мероприятий. Даня Архудайбергенов, Талгат Абдинабиев, Дельшот Адашев, информационная служба телекомпании ОТРАР. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова